Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат» в студии Юлия Север. Что ж, мы работаем в прямом эфире на 202-11-22. Звоните по этому номеру телефона, задавайте свои вопросы, ну и ждите розыгрыш призов. Сегодня порадуем вас билетами в кино и билетами на спектакль «Джази только женщины», который состоится в филармонии совсем-совсем скоро. Ну, этот номер телефона вам нужен не только для того, чтобы получить билеты, но и для того, чтобы высказать свое мнение. Сегодня обсуждаем зимний уход за лицом, за волосами, за руками, может быть, за телом. Что вы делаете, какие процедуры вы делаете, чтобы ваша кожа в этот непростой период времени сохранялась красиво, сияла и всех поражала своей красотой. Ну, зима – это, конечно, прекрасное время года, но в то же время это холод, это авитаминоз, это какая-то сухость. Поэтому многие девушки, я думаю, меня уж точно поймут, что хочется как-то побороть какие-то неприятные причины появления стянутости, сухости кожи. Вот как раз сегодня будем разбираться в прямом эфире с нашими гостями. Конечно, сначала займемся нашим лицом, нашей кожей, а после поговорим и о волосах. Итак, представляю вам нашего первого гостя. Это Юлия Бочкарева, врач-дерматокосметолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, ну, первый, наверное, вопрос связан с вашей профессией. Врач-дерматокосметолог. Чем отличается от обычного косметолога, чем отличается от дерматолога? Ну, расскажите, пожалуйста, в чем специфика? Ну, во-первых, я врач. То есть у меня высшее медицинское образование, и, соответственно, приставка дерматокосметолог. У меня ординатура по дерматовенерологии двухгодичная. И только после этого старта, скажем так, да, я смогла обучиться косметологии. Так правильно. То есть 8 лет обучения, потом еще 10 лет опыта и обучения косметологии, скажем так. А косметологом у нас могут быть и люди с высшим образованием, не имеющие там, допустим, ординатуры или интернатуры по дерматовенерологии, и люди со средним. Ну, и, к сожалению, многие косметологи себя заявляют косметологами и без медицинского образования. Буквально пройдя какие-то курсы, да, наверное, которые сейчас... Не будем, не будем, да, о плохом. Хорошо. Заявила я то, что с наступления зимы необходимо как-то поменять уход за своей кожей. Правда это или нет? Либо скажите, нет, Юль, какая-то ахинея из твоих уст сейчас была. Как ухаживали за своей кожей, так и надо ухаживать, продолжать. И вообще всегда уход круглогодичный должен быть, ничего не нужно менять. Либо все-таки права? Нет, уход действительно должен быть круглогодичный, а зима это, конечно, бесспорно прекрасное время года, но, к сожалению, из-за резких перепадов температуры наша кожа претерпевает, да, различные влияния негативные. Это и ветер, и мороз, и тоже солнце, от которого тоже нужно защищаться. Что я могу сказать? Те увлажняющие крема, которые мы используем летом и очень любим, мы переносим просто на вечернее использование. То есть за час до сна мы используем увлажнение. А перед выходом на улицу зимой мы, естественно, пользуем питательно-регенерирующие. Но еще бы хотела отметить, что перед нанесением кремов мы используем, естественно, молочко и тоник, которые не должны содержать в себе спиртовой основы или вообще спирта. То есть дабы еще больше не сушить кожу. То есть питательно-регенерирующие крема могут включать в себя различные витамины, например, как группы А, В, Д, Е, масла, масла жжаба, ши. То есть все эти средства, они просто будут поддерживать липидную мантию нашей кожи и защищать ее. То она не будет шелушиться, не будет раздраженной. Ну и, соответственно, мы будем себя комфортно чувствовать. То есть не нужно все баночки-скляночки, которые были у нас с лета, с осеннего периода, такого более-менее теплого, убирать в дальний ящик. Какие-то из этих средств могут нам пригодиться. Да, конечно. Надо просто пересмотреть время их использования. Хорошо. Что ж, я хочу, наверное, нашу телезрителей сразу же порадовать интересным вопросом, ответив на который верно, вы получите билет в кино, киномечта, на любой сеанс сможете отправиться вы. Вопрос практически банальный просто. Напросто дарим билеты. Смотрите на экран и скажите, пожалуйста, из какого фильма этот кадр? 202.11.22. Конечно же, фильм связан с красотой. Я надеюсь, что сейчас очень быстро вы ответите нам на этот вопрос. Мы, конечно же, за вас порадуемся. Юль, скажите, пожалуйста, вот нашла, опять же, на просторах интернета, это действительно наш помощник сейчас в некоторых вопросах, самые такие проблемы, ну, топ-10 проблем, с которыми мы сталкиваемся зимой. И первая проблема – это то, что кожа лица наша сохнет. Не только кожа лица, а кожа тела. Вот что необходимо сделать на бытовом уровне, я имею в виду дома, да, чтобы как-то эту проблему избежать, ну, и, быть может, на уровне уже врача? В домашнем уходе я рекомендую не принимать сильно горячие ванны, потому что это также сушает кожу. И добавить в использование кремов для тела не увлажнение, а питание, а даже масла. Я очень люблю кокосовое масло. Оно мне очень помогает. Это именно для тела? Да, именно для тела, да. Опять же, в салонах, как и для лица, это уже вы приходите, косметолог с вами решает по проблеме вашей, потому что у вас, может быть, там, дроплогические проблемы, там, то бишь, ихтиоз, атопический драматит, да, присоединяется, потому что все в зиму у нас обостряется. Угу. Ну, еще такой совет нашла, то, что увлажните воздух в квартире, увлажнители сейчас, очистители воздуха. Увлажнители воздуха, это прям бесспорно, конечно, да, еще и питьевой режим в зиму, то есть не меньше, чем летом, хотя нам кажется, что обезвоживания меньше, нет, не меньше. И еще бы я порекомендовала витамины, а витамины именно полинасыщенные жирные кислоты, такие, как омега-3, 6, 9, которые также снимут сухость изнутри. Угу. Смотрите, нашла очень важный совет, зимой питьевой режим не менее важен, чем летом, как сказала уже Юля, 2 литра воды, чистой воды помогут вашей коже сиять, справиться с припадами температуры, вместо кофе, который, наоборот, является мочегонным, да, таким, небольшое мочегонное действие, петь стравяные чаи, вот так вот. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, насколько вы, ну, боретесь за красоту своей кожи, ухаживаете, не знаю, либо как-то так, верите, доверяете природе, доверяете своим генам? Конечно, обязательно ухаживайте. Ухаживайте. Ухаживайте кремами, асморфин, да, конечно. Хорошо, ну что ж, это замечательно, когда, действительно, женщина ухаживает за собой, мне кажется, любому мужчине, ну, видно, да, где-то так, когда женщина себя любит. Да, конечно, мужчина считывает даже не наличие каких-то глубоких морщин, а просто качество кожи общее, визуально, это, естественно, конечно. Хоть и говорят, мужчины воспринимают нас целиком, но нет, они все-таки хитрые, хитрые. Что ж, давайте с вами отвечать на вопрос, из какого фильма представлен этот кадр? Этот фильм самая обаятельная и привлекательная. Ну, я думаю, что не вызвал, да, у вас затруднения мой вопрос. Елен? Нет, не вызвал. Не вызвал. Давно смотрели этот фильм? Да нет, недавно. Недавно. Ну, я думаю, что можно еще раз пересмотреть, ведь именно он вам принес два билета в кино. Кстати, отправитесь, может быть, на какие-нибудь киноновинки посмотреть, ну, а дома, в кругу семьи, можно пересмотреть замечательную, добрую комедию «Самая обаятельная и привлекательная». Там многое есть для женщин, даже современных. Что-то подчеркнуть можно. Хорошо, Юль, с проблемой сухости разобрались. Есть еще очень много проблем, которые возникают, но прежде давайте, пусть наши жители города ответят на такой вопрос, кто является для вас идеалом женской красоты. Вот такой вопрос мы задали. Жителям интересно узнать, что услышали в ответ. Что ж, самые идеальные женщины. Сейчас узнаем. Мне кажется, каждая женщина по-своему красива. Я не знаю, но больше всего в женщинах мне нравятся их лица и ноги. Я уже нашел это, именно моя девушка, как бы, и среди актрис такого человека. Возможно, модель. Модель Виктории Секрет, например. А чем она вас привлекает? Внешние данные? Внешние данные, образ жизни, древние. Почему она? Так. Именно в образе Скарли Тахара или просто как актриса? Да, именно в образе Скарли Тахара. Скорее всего, мама. Это хороший человек, всегда добрый, отзывчивый. Всегда поможет в трудную минуту. Это мой идеал. Что ж, сегодня говорим о зимнем уходе. 202-11-22. Это телефон нашего прямого эфира. Можете задать даже свои вопросы нашему косметологу, нашему врачу-дерматокосметологу, который ответит, думаю, с удовольствием вам, ну, такая бесплатная консультация. Пользуйтесь, пользуйтесь возможностями. 202-11-22. Телефон прямого эфира. Программа «Универсальный формат». Что ж, Юля, еще одна проблема, с которой сталкиваются многие девушки, ну, не только, наверное, девушки и мужчины, это то, что кожа шелушится зимой на улице. Что это, причина чего, ну, и, собственно говоря, как бороться с такой проблемой? Да, она шелушится, просто становится более обезвоженной, опять-таки, да, и она шелушится и летом, просто зимой мы это более четко видим. Дома вы можете использовать различные домашние скрабы, пилинги с фруктовыми кислотами, с гликолевыми кислотами. Вообще зима – это время пилингов. Хотя за границей их делают круглогодично. У нас почему-то принято, что именно только в осенне-зимний период. Масса пилингов легких и стимулирующих, и как раз снимет этот роговой слой, который, образом, там вздыбился, и мы его видим. И он нам мешает, там, наносить средства по уходу и декоративную косметику. То есть пилинги прекрасно помогут в данной проблеме. Не только, да, как недомашние, да? Да, да, и в салоне, естественно, да. Хорошо, ну и такой вопрос. Кожа краснеет, покраснение кожи, лицо, когда выходим на улицу. Да, это реакция наших сосудов. К сожалению, у чувствительной кожи мы это видим более ярко. Это, опять же, связано с обезвоживанием, травматизацией, обморожением кожи. Для такой кожи нужно подбирать крема с витамином К для укрепления сосудистой стенки. У нас в медицинском центре мы работаем еще совместно с лазером Кутеры, который удаляет эти сосуды, потому что здесь как замкнутый круг. Сосуды расширяются, кожа обезвоживается, еще больше они расширяются, расширяются поры. И нужно решать эту проблему, пока еще не совсем все плохо. Ну, как всегда, профилактика, она легче, нежели лечение. Да, я за профилактику, конечно, да. Ну, конечно же, все изнутри идет у нас, необходимо еще о питании свое пересмотреть. Вот, к примеру, обязательно должны присутствовать такие продукты, как молоко, сыр, жирная рыба, маргарин и яйца. В них содержится витамин D, в котором организм нуждается из-за отсутствия солнца. Ну, к сожалению, зима не солнечная в такое время года, не часто радует нас солнце. Так, то есть покраснение кожи – это тоже некий признак, чтобы поволноваться. Это не просто румянец, да, который? Да, это не просто. Сначала это, возможно, в молодом возрасте выглядит просто как милый румянец. А потом это уже выглядит как проблема, которую нужно решать. Как проблема. Юль, хочу спросить у вас, как у человека, который, ну, так или иначе, своим образом, я думаю, работает часто. Конечно. А вообще часто ли меняли вот кардинальный образ, не знаю, стрижка, смотрю, такая короткая, которая вам очень идет? Я очень, ну, можно сказать, до 35-ти, наверное, ходила с очень длинными... Вы открыли свой возраст, боже мой! Я не стесняюсь. Я даже вообще даже не думала, что он близок. А там ходила с белыми длинными волосами, потом вот, ну, как-то попала в студию Лутовых. Вот и я теперь такая. То есть были резкие такие кардинальные образы? Да, хотя я никогда не думала, что я когда-то откажусь от длинных волос. Ну, вот так произошло, и я не жалею абсолютно. Вам очень идет. Вы очень эффектная, очень такая стильная, горячая. Ну, вот в таком смысле. Что ж, Юля, я предлагаю узнать, а часто ли вообще жители Самары меняют кардинально свой образ? Нашли мы такой замечательный сюжет. Давайте посмотрим, вернемся в студию. Ну, меняло очень много разных образов было. И цвета, и стрижки. Все, все, что с этим связано. Все пришло в том образе, который меня, в принципе, устраивает. А вы как считаете, вообще нужно экспериментироваться своим образом? Вот ваше мнение. Я думаю, да, надо меняться. Время меняется, люди меняются. Все меняется, и человек тоже должен идти в ногу со временем. Да, ну, особо я всем довольна, мне кажется. Особо каких-то изменений не планирую. Таких резких экспериментов не было, смешность. Ну, единственное, что только окрашивание, может быть, было. Из таких резких экспериментов. А так вот стараюсь не экспериментировать. Я больше все-таки за естественной красотой. Я думаю, что нужно. Меняться, меняться в лучшие 100, ну, каждому человеку. Ну, я, по крайней мере, вот недавно постригусь, поменялась. Все время были длинные волосы. Вот после рождения ребенка решила измениться. Не жалеете? Нет. Нет, не жалею. Мы решаемся, худеем все время. Но пока не получается до той степени, как и хочется. Мне не нужно, но помолодеть лет на 30 хотела бы. А менять внешность не надо. Не знаю, как помолодеть лет на 30, но я думаю, 10 лет, наверное, можно себе скинуть, если тщательно ухаживать за своим лицом, за своими волосами, за своим телом. Юль, ну и последний вопрос. Кожа рук. Мне кажется, вот это как раз руки выдают наш возраст. Многие женщины жалуются, да, то, что действительно, если как-то лицо еще привели в порядок, ну, вот кожа рук, морщи не спят. Знаете, с кожей рук все глобально сложнее, потому что она в первую очередь, как и кожа под глазами, да, взрослеет. Мы ее постоянно под водой терзаем, скажем так. А зимой мы периодически забываем перчатки одеть, и она тоже от температуры страдает. С кожей рук домашний уход, то питательная крема, но, а вообще лучше обратиться, конечно, к косметологу. Здесь инъекционные процедуры в виде биратализации и введения гелей, которые надолго действительно увлажняют кожу, и результат, он виден очень долго, и у меня очень много клиентов, несмотря на дорогостоящую, на дорогую цену данной процедуры, они очень довольны, и потом сами мне напоминают, а давай вот сделаем еще руки. Хорошо. Ну, в первую очередь, не забывайте, по крайней мере, перчатки и варежки. Это, наверное, будет самым таким первым основным советом на зиму. Ну, вот про варежки хочу говорить, что шерстяные варежки будут травмировать кожу рук, и у кого-то бывают аллергии, поэтому лучше с прокладкой, с хлопчатой бумажной, поэтому тоже. Хорошо, Юль, ну, сейчас наступает такой предновогодний период уже, у нас даже студия немножечко нарядилась. Вот правдиво ли это, что перед Новым годом все женщины стараются же делать себя красивыми? Либо нет. Ну, скажем так, в нашем центре у нас женщины стараются красиво себя быть круглым годом. Всегда. Серьезно, да. То есть у нас нет такого ажиотажа перед Новым годом и потом и спад. Люди давно пришли к тому, что косметологу ходят, ну, как к стоматологу, да, регулярно, чтобы поддерживать свой внешний вид всегда. Да, понятно, что сейчас просто больше процедур в салоне, скажем так, агрессивных каких-то лазерных шлифовок, пилингов. Все вернулись с теплых стран, допустим, и начали собой заниматься. А так, в любом случае, все ходят регулярно. Все ходят регулярно. Да. Но перед Новым годом советуем, наверное, всем заглянуть к косметологу, по крайней мере... Да, хотя бы на консультацию. Хотя бы на консультацию. Да, да. Юль, спасибо большое, что поделились своими секретами красоты молодости. А тут еще и в эфире мы узнали, да, за сколько вам лет. Спасибо большое, что вы такая красивая, в первую очередь. Ну и, думаю, делаете своих клиенток тоже не менее красивыми. Что ж, давайте посмотрим с вами небольшие советы по домашнему уходу, какие можно маски делать дома. Ну а после встретимся в этой студии и поговорим об уходе за своими волосами. СПА-процедура в домашних условиях – хорошая альтернатива для тех, у кого нет времени и средств для посещения салона или СПА-курорта. В домашних условиях делаются самые разнообразные маски, предназначенные для увлажнения и питания кожи, для придания ее упругости и эластичности. Но особой популярностью пользуются маски для похудения. Приготовление такого средства отнимет у вас немного времени, зато результат порадует. Вот некоторые рецепты популярных масок для похудения. Мелкую морскую соль перемешивают с одной ложкой меда и двумя ложками оливкового масла. Все ингредиенты тщательно смешиваются до однородной массы. Тело следует распарить, а затем с помощью массирующих движений на него наносят маску, которую нужно оставить на 15 минут. Данная процедура очищает поры кожного покрова, поводя через них токсины из организма. Весьма полезна и эффективна процедура, применяемая в сочетании с термообвертыванием. Вам необходимо в 100 мл горячей воды развести 200 г какао-порошка. Горячую густую смесь нанесите тонким слоем на проблемные зоны. Затем эти участки тела оберните пищевой пленкой и утеплите. Через полчаса маску смойте горячей водой. Маска с красным перцем. Основные ингредиенты для этой процедуры – красный перец в 2 ложки, молотая корица, оливковое репейное масло в том же количестве. Все тщательно перемешайте до состояния однородной массы. Нанесите ее на проблемные зоны, массируя тело круговыми движениями. А затем укройте пленкой. Маску желательно держать 15 минут, но если у вас чувствительная кожа и ощущаете сильное жжение, маску можно смыть гораздо раньше. Все горячие маски нужно наносить на подготовленное, распаренное тело. Тогда и результат будет более эффективным. Курс похудения с использованием масок может длиться как 10 дней, так и несколько месяцев. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но, как известно, терпение и труд – все перетрут. 202-11-22. Мы по-прежнему с вами в прямом эфире. Звоните, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и совсем скоро обещаем вам розыгрыш еще одного приза. Именно билеты на спектакль. Что ж, зачитаю даже вам. «Джазе только женщины» филармония. 7 декабря состоится сей событие. Совсем скоро разыграем для вас этот билет. Что ж, представляю вам нашего замечательного эксперта в области ухода за волосами. Парикмахер Дарья Кулагина. Здравствуйте. Даша, ну, мама мне говорила, к примеру, всегда в детстве надевай шапку. Не только лишь для того, чтобы не простудиться, не только для того, чтобы замерзнуть, но и чтобы твои волосы сохранились сильными и здоровыми. Правда ли это? Да, конечно. Перепад температуры очень влияет на волосы. Особенно, когда мы на улице, например, минус 20 прошлись, потом зашли резко в теплое помещение. То есть это стресс для волос. Обязательно нужно носить шапку, хотя бы капюшон. Хотя бы капюшон. Потому что очень многие не любят шапки. Потому что мы действительно как-то привыкли, что летом, после солнца жаркого, такого хорошего, лучистого, волосы действительно страдают. С этим мы свыклись. А вот зимой как-то мы забываем, что температура тоже пагубно влияет на наши волосы. Зимой, я бы сказала, даже, возможно, и сильнее. То есть когда и не покрываются они, ничего в этом полезного нет? Нет, конечно нет. Хорошо. Первый совет. Все-таки надевайте шапку. Ну, или если хотите сохранить прическу, платки, либо капюшон, да, как мы с вами говорим. Даша, с какой чаще всего проблемой все-таки приходят девушки именно зимой? Какие проблемы вот возникают в этом периоде для волос? Ну, зимой это сухость, секущиеся концы. То есть это две такие самые основные проблемы. Сухие волосы. Даже вне зависимости от типа волос, все равно они становятся суши. Концы в любом случае пересушиваются сильно. А что делать? Ну, ножницы, я понимаю, конечно, выход из этой, наверное, ситуации, но как-то хочется сохранить длину, хочется сохранить свою прическу. Что делать, если ножницы отложить? Ну, для начала все, весь организм, все у нас изнутри идет. Нужно пить воды. Опять же. Опять же. Не только для кожи полезно, но и для волос. Да, много воды. То есть увлажнять волосы обязательно. То есть прям интенсивное должно быть увлажнение обязательно. Опять же, есть в салонах сейчас различные процедуры по уходу за волосами, восстановление волос, реконструкция волос, ботокс для волос. Называются они по-разному, а действия, в принципе, одно и то же. То есть напитывают волосы кератином. То есть кератин, то есть то, из чего состоит наш волос, белки. То есть кератин это не какая-то химическая такая... Там есть, безусловно, есть в этом составе химические какие-то элементы, но их не такое большое количество. То есть процедура делается раз в 3-4 месяца. Лучше сделать раз в 3-4 месяца процедуру, чем ее, например, не делать. И пользоваться утюгами, плойками, фенами, пересушивать волосы около обогревателей. То есть сплит-системы в офисах особенно. То есть люди, которым очень много приходится ходить из помещения в помещение. То есть волосы очень страдают. Правильно я понимаю, что кератин, скажем так, запечатывает наши волосы? Да, да, кутикулу волоса, да. То есть даже не то, что запечатает, а наполняет. Запечатывает немного другое. То есть запечатывать это тоже вредно. Это тоже вредно, не поступают витамины какие-то. Да, да, конечно, должен волос дышать. Хорошо, давайте порадуем нашего телезрителя вопросом. Кто режиссер фильма в джазе «Только девушки»? Разыграем мы, конечно, не на фильм билеты, а на спектакль, который перекликается названием «Джазе только женщины». Состоится он в филармонии 7 декабря. Ну а вам следует ответить на вопрос, кто режиссер фильма в джазе «Только девушки». 202-11-22. Звоните, отвечайте на наш несложный вопрос. И два билета на спектакль достаются именно вам. Что ж, Даш, смотрите, что еще нашла. Действительно, да, вода, вода, вода. Это все-таки из нашей органицы состоит, да, из воды. Это главный наш друг. Можно ли перепить воду? Либо такого как-то... 30 миллилитров на килограмм веса. Вот это вот прям правило. Запомните. Ни больше, ни меньше. Взять за основу. Тусклый цвет волос говорит о нехватке витаминов группы В. Витамина С, меди, кальция, железо, дефицит витаминов В2, В3, В6. В общем, собственно говоря, если у вас тусклый цвет волос, не крашеный, да, я имею в виду, это можно только определить, то, собственно говоря, это нехватка витаминов. Ну, возможно, нехватка витаминов, но, опять же, мы не можем определить, без того, как мы не сдали анализы, мы не можем определить, чего у нас не хватает. То есть в этом случае к врачу. В этом случае к врачу. Конечно. Есть звонок у нас от телезрителей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Иван. Иван. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, кто режиссер фильма «В джазе только девушки»? «В джазе только девушки». Еще раз, не расслышала имя. «В джазе только девушки». Да, я вас поздравляю, именно этот человек стал режиссером фильма «В джазе только девушки». Два билета на спектакль «В джазе только женщины», который стоит в филармонии 7 декабря, достаются именно вам. Спасибо вам большое за звонок, ну и спасибо большое, что смотрите. Вот так вот и мужчинам интересны наши женские штучки, наши интересные какие-то такие секреты. Секреты. Замечательно. Да, это замечательно, потому что следующий наш небольшой сюжет будет связан именно с представителем сильной половины человечества. Должен ли мужчина ухаживать за собой? Вот такой вопрос. Мы задали жителям нашего города, давайте узнаем ответы. Я думаю, что обязательно. Ну, а личной гигиене даже вопрос не стоит. Это минимум, который должен каждый человек к себе применять. Ну, аккуратность себе воспитывать, я думаю, прививать каким-то образом. Даже не глядя на какие-то журналы мод и наших модельеров, которые предоставляют мужчинам линию одежды, просто можно одеваться, подстать ситуации. Не, мужчинам должны обязательно с собой следить, все, и чтобы прическа, ногти, руки, не знаю, обувь. Ну, все, то есть должно быть идеально, я так считаю. Ну, брутальные, но они сейчас себе бороду отращивают, а у меня у самого мужа с бородой уходит. Ну, так должны все-таки следить с собой, должны. Ухаживать за собой элементарно, купаться нужно, потому что иногда в транспорт заходишь, и бывает неприятно. А парикмахер, косметолог, к таким специалистам можно обращаться? Парикмахер обязательно, косметолог, я не знаю, тоже по желанию самого мужчины. Бывает проблемная кожа у людей, у молодых людей, я думаю, что им к специалистам обязательно нужно обращаться. Ну, естественно, облагорожать себя, свое, ну, лицо, голову, вот так, стандарт, и выглядеть чисто про... Ухаживать за собой, следить, посещать вовремя парикмахерскую и все остальное. Косметолога? Косметолога. Само собой нужно себя поддерживать, то есть, и чтобы стрижка была соответствующая, допустим, кто-то вот, в большинство моды пошла щетину, бороду отращивать, соответствующий вид приводить. Конечно, нужно ходить и следить за своим внешним видом, за своей красотой, так скажем. Не быть вот каким зачуханным, так скажем. Вот мы тут сидим за эфиром и рассуждаем, везет все-таки мужчинам, да, а они как-то так красивые. Это как в том анекдоте, мам, почему ты крашишься, крашишься, а папа сразу встал и красивый, да. Действительно, есть в этом, есть правда, что же таить от вас, действительно, наши какие-то такие секреты. Кстати говоря, ну, коль уж мы говорим про краску, я имею в виду не для лица, давайте поговорим, а именно для волос, окрашивание волос, стоит ли зимой менять кардинально свой цвет вообще, стоит ли зимой красить, либо мыть может, ну, походить нам три месяца как-то с отросшими корнями и вот, ну, позабыть пока об этом деле. Зато здоровее, зато как-то так сохранишь в нужной форме свои волосы. Либо нет, либо сейчас технологии до такого дошли, то, что это пустяки. Ну, кардинальный цвет, вот точно нежелательно менять, то есть из брюнетки в блондинку, я бы прям не рекомендовала. Вообще? Даже, наверное, я как мастер за это бы... Вообще, либо именно в зимний период? Ну, вообще это все нужно делать очень плавно, постепенно, то есть не одним разом, далеко не одним, то есть раз, то есть из брюнетки, кардинально, вот как я, например, в блондинку, то есть это прям раз в семь, чтобы прям постепенно все это делать. Зимой блондинка, ну как, если блондинка с отросшими корнями, ну, многим очень сложно, конечно, не рекомендуется, но хотя бы корни, а длину, длину, опять же, если, например, блондинки часто жалуются на то, что волосы желтеют. Опять же, есть процедура ботокс для волос определенной фирмы, которая убирает желтизну. То есть не обязательно тонировать, например, волосы, саму длину, а сделать процедуру ботокс для волос. То есть, в принципе, окрашивать можно, это не... Ну, не желательно, но так, опять же, в домашних условиях я бы прям настоятельно рекомендовала это делать, особенно блонд. Ну, профессионал, если действительно профессионал, то он сможет сделать это максимально щадящим обувь. Максимально щадящим. Ну, что ж, девушки, прислушайтесь, потому что зима действительно не самое приятное время для наших волос. Ну, пожалуйста, поэтому поберегите их, ну, поберегите, вы и так красивые, да, на 100%. Тем более, есть многие другие процедуры, которые, ну, сделают вас только еще и еще красивее. Даш, я лично считаю, то, что, как мы сегодня говорим, все идет изнутри, и девушки красивые тогда, когда у них светятся глаза. А светятся глаза у них, собственно говоря, тогда, когда в жизни все хорошо. Вот следующий наш небольшой вопрос будет о том, как жить и не беспокоиться. Потому что, ну, лишние нервы, они точно неположительно скажутся на вашей внешности, на вашей красоте. Согласна? Есть какой-то свой секрет, как жить и не беспокоиться? Нет, у меня такого секрета нет. Тогда, пожалуйста, вам в помощь наш следующий сюжет. Чтобы не беспокоиться, жить позитивно, радоваться каждому дню, дорожить каждой минутой, каждой секундой. Наверное, залог счастья. Мне кажется, российский человек сам по себе, он человек, который не волнуется, ему все по-барабану, как, собственно, всегда. И вы, как россияне, должны жить в мире, с другими народами, братскими. Спасибо большое. Читать, петь, танцевать, может быть. Нет, 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 это не поможет. Это не поможет. Это поможет отвлечься. Я думаю, может быть, временно отключаться от реальности. Ну, как бы, у меня полно проблемы с мужем сейчас. Он слепой, хожу в больницу, все это, все везде за деньги. Но я работаю, правда. Я уже 7 лет на пенсии работаю. То есть вы считаете, работа это лучше лекарство? Ну, конечно. И как ты там все-таки и в обществе находишься. Жить и не беспокоиться? Ну, это такой просто совет, что... Ну, очень элементарно, чтобы постараться просто понимать, что мы находимся только вот в настоящем моменте, здесь и сейчас. И тогда все, что там дальше, как нам может быть это важно? Или то, что было в прошлом, если мы только здесь и сейчас? Ну, просто это очень сложно. Оценить день, ценить момент, секунду, там, ту самую. Не жить в будущем, там. Думаю своей головой. Все. Сегодня говорим о зимнем уходе за лицом, за волосами, за руками. Думаю, то, что тема действительно актуальна, потому что, ну, наконец-наконец, я думаю, вот подкрались уже холода, поэтому совсем скоро все наши советы вам точно уж пригодятся. Мне кажется, даже уже сейчас, да, Даша, можно воспользоваться, половину из них. Ну, шапку, как мы говорим, надевать уже пора. Витамины и воду пить вообще никогда не исключение. Еще одна такая проблема, буквально сама вот сегодня столкнулась, но это просто-напросто очень ставит в неудобное положение, очень надоедает это электролизующиеся волосы. Они действительно расчесываются, рекомендуют какие-то, не знаю, деревянные, натуральные расчески, но даже они не помогают. Что делать? Ну, во-первых, да, правильно то, что деревянными расческами пользоваться. То есть пластик вообще убираем? Пластик и железо обязательно исключаем. Носить с собой в сумочке масло для волос, привычное вам, то есть жидкий шелк, оно тоже так разное. Многие этим пользуются, если не пользуются, то надо начинать. Многие говорят о том, что после этого масла волосы жирные, они у меня как поклевесят, потому что, значит, перебарщивают. Нужно совсем, если, например, это спрей, то есть небольшое, совсем небольшое количество на руку, хорошенько растереть в руках и только после этого пригладить волосы. Какие-то процедуры, я имею в виду косметические, салонные, могут помочь в этой проблеме? Могут, конечно. Кератиновое выпрямление. Опять же, ботокс для волос. И все-все-все вот эти составляющие, они тоже помогают разгладить волос, напитать его. То есть это не... Так, давайте подводить итоги. Что ж, если сохнет кожа, то, во-первых, увлажните воздух в квартире, используйте питательные крема, потому что увлажняющие можно оставить все-таки туда, ближе к вечеру. Если кожа шелушится, то необходимы какие-то витамины, необходимо позаботиться о себе, во-первых, пить воду в достаточном количестве. Что касается волос, опять же, это витамины, это кератиновое выпрямление, да, как мы сегодня сказали с вами. Ну и использование натуральных расчесок. И стрижка не реже, чем раз в месяц. И стрижка не реже, чем раз в месяц. Хотя бы кончики, я думаю, необходимо убирать. Ну и, конечно же, витамин К, который Юля нам сегодня посоветовала, поможет уберечь кожу от покраснений на морозе. Ну, собственно говоря, так, основные советы, которые узнали сегодня. Вам спасибо, что были с нами. Вам спасибо, что пришли к нам в эфир. Всего хорошего, доброго, и пусть зима пройдет с вами. Только позитивные моменты принесет.